Субтитры делал DimaTorzok Если у тебя есть 96 яиц муки Сколько из них может быть муки, которая там нечистая И когда ты оделишь халу, она все равно останется чистой для коина Одна шестая из этих 96 яиц может быть нечистой, это 16 яиц От этих 6 яиц ты отделяешь 5 яиц Эти 5 яиц могут быть достаточной халы для коина И она еще чистая, эта хала, можно ее отдать То есть все, что ты сделал, пока это было всего лишь мука Раби Йохала сказал, но нужно 5 СА, это больше, чем 700 яиц И мы сказали, какая между ними разница все-таки Что хийские говорят, что главное, чтобы хала была чистая Чтобы там было меньше, чем, как мы сказали Даже если там есть смесь нечистой муки Чтобы там было меньше, чем одно яйцо нечистой муки В этой хале, так он увидел 5, как мы сказали Одну пятую там И поэтому там будет меньше, чем одного яйца нечистой муки В этих 5 яиц, которые он сделал в халу Меньше одного яйца Дальше Раби Йохан уже говорит, но главное, чтобы все тесто Тоже мы хотим, чтобы осталось чистым Это вроде бы был спор между хийским и Раби Йоханом Но на нашем листе говорит Амар Бьюси или Раби Йормия Говорит Раби Йормия Мы можем сказать, что нет Нелогично ли сказать, что хийские и Раби Йохан не спорят Они говорят о двух разных случаях Хийские говорит о том, что уже произошло А Раби Йохан говорит о том, что нужно сделать Хийские говорит, что у него уже есть 96 яиц И это после того, как он уже замесил это тесто Сколько нужно отделить халы, как мы сказали Если он отделил, 1,16 этого теста будет нечистой И он отделит 5 яиц В этих 5 яиц достаточно халы для всего этого теста И там меньше, чем одно яйцо Поэтому это остается еще чистым Нечистота не передается Раби Йохан говорит, что если у тебя еще эта мука И ты можешь к этому муке добавить Достаточно столько, чтобы все тесто осталось чистым Сколько надо, мы сказали больше 700 яиц Да, я с тобой согласен, что хийские и Раби Йохан не спорят Они говорят о разных ситуациях Сколько муки или теста нужно отделить, чтобы сделать вот эту халу? Гума это небольшая порция, небольшая ниша В которой он оставляет это чистое тесто Он говорит, что здесь было? Так как у него 700 с лишним яиц муки Одна семнадцатая из этих яиц он выделяет как халу То есть там остается примерно больше, чем 40 яиц Эти 40 яиц муки, которые он отделил Могут достаточно халы и для этих 5 сия 700 плюс яиц И еще дополнительные 2 сия Это будет достаточно халы Дальше Мы с вами сказали, что хийские говорит Два листа назад он говорит так Когда трума нечистая упала в простой урожай Один к 100 Она растворилась там, она аннулировалась Она растворилась Но несмотря на это, мы сказали, что она сказала Нужно одну сия халы вытащить и отдать коэну Потому что это было его Но так как она была таме Мы что сказали, хийские говорит, что Эти 100 яблок, которые были простые Можно их есть или нет? Можно их есть Или это пшеница 100 сия Можно их есть, простому человеку имеет право есть Выходит, что Запрет трумы, что это может есть только коэн Аннулировался Ну а как насчет закон тумы, нечистоты По мнению, хийские говорят, что он не аннулировался Мы сказали, что даже вот эти 100 сия пшеницы Человек должен кушать в чистоте Или на сухую Или замешать тесто виноградным соком И так далее Или сделать маленькие кусочки тесто Что мы видим? Что тума, нечистота, не аннулировался Как так может быть? Рабиба Бармамал Бае велет, когда лига Аль-Рабьоси Барханина Спрашивает Рабиба Бармамал А разве то, что хийские сказал, это не противоречит тому, что сказал Рабьоси Барханина? Что он сказал? Да, Марь-Рабьоси Барханина Человек, у которого было мясо, животное, которое стало не вела Или это животное умерло само по себе Или его зарезали неправильно Это не вела Трифа это когда? Трифа, когда зарезали все правильно Внутри была проблема С бочками, с легкими, с животом Здесь не вела У него мясо не вела Мертвичина, скажем, смещалась с кошерным мясом Говорит Рабьоси Барханина Что? Это не вела, там нет батэля Она там аннулируется Что аннулируется? Там батэль мага вегесет лоббатэль Теперь не вела Какая разница между не вела и тррифа? Не вела, кроме того, что она не кошерная Она еще делает человека, который до нее дотронулся нечистым Даже сегодня кухен не имеет права дотрагиваться до животного, которое умерло Или зарезали его неправильно Если он мясник и зарезали корову неправильно Он должен отдать это кому-то другому, чтобы он этой коровой занимался Поэтому не вела, у него есть тума тоже Говорит Мара, когда вот эта не вела упала в кошерное мясо Там, что растворилось, исчез запрет Теперь как эта не вела, нечистота, она передается человеку Или человек дотронулся до чего-то нечистого, он тоже становится нечистым Или он перенес, он даже не дотронулся, но у него в казане на тарелке есть нечистое мясо, не вела Он эту тарелку перенес, он до мяса не дотронулся, он все равно стал нечистым Это называется, если говорить, что когда мясо на вела попало в кошерное мясо, что-то аннулировалось, аннулировалось нечистота, связанная с дотрагиванием То есть если он дотронулся до этого, там сейчас 20 кусков мяса, одно не кошерное, дотронулся до них, нет проблем, он нечистым не стал Что дотронулся? Чистый человек, простой человек Но если он поднял эту миску с этим мясом и перенес, это нечистота, такой вид передачи нечистоты еще не аннулировался Почему? Потому что мясо не кошерное, которое дотронулся до мяса на вела, становится на вела или нет? Некошерное мясо Кошерное мясо, которое дотронулся до мяса на вела, оно стало на вела? Наверное Не может быть сна на вела, уже его нормально зарезали, а она кошерное, это кошерное, что бы ты с ним не делал, если его смешали Как ему не вела? Я одну корову зарезал правильно, все, она кошерное мясо, вторую корову я зарезал неправильно, мясо там перемещалось на сухую Та корова, которая была кошерная, она остается кошерной, она не может стать на вела, статус на вела к ней не переходит На вела только тот, который не кошерный Поэтому что мы здесь видим? Что все-таки туман, нечистота этого мяса на вела А что если человек дотронулся до этих кусков мяса? Она сейчас аннулировалась вместе с этим кошерным мясом А что Хискер сказал? Когда трума упала в простую пшеницу, там, и эта трума была нечистая Все, мы труму отделили для Коэна, одну ся, все равно эту пшеницу нужно кушать, как будто там еще есть туман Как так? Там, когда мы говорим про мясо, мясо не может стать на вела Кошерное мясо не может получить статус на вела Вера маха, но здесь с пшеницей Эфша лихулин, ли асот трума Эту пшеницу, человек может сказать, что эта пшеница была простая для простого человека А сейчас я хочу из нее сделать труму Может получить статус трумы? Может Поэтому, когда нечистое трума туда упала Так как эта пшеница тоже может получить статус трумы Ее нечистота там остается Так что это мясо, в чем можно? Можно кушать или если там 60, если есть правильная пропорция, в 60 раз больше И я не знаю, какой это кусок, можно Но если я знаю, какой кусок, у меня все равно, и я этот кусок выкинул оттуда Если это сварилось, то нужно мне все равно в 60 раз больше Мы говорим, все, что в этом куске было, вышло Если сухая, выкинул, все, все, проблем нету Там она, проблем нет Поэтому дальше мы говорим Амархистские, дальше, как мы сказали Амархистские, архистские говорили, что Раби Симон Кашетта, Вираби Бармамаль Каянта Что? В этом случае Гмара сначала сказала, что Раби Бармамаль задал вопрос Он говорит, нет, что на самом деле вопрос задал Раби Симон А ответил Раби Бармамаль Разрешаем продолжим на следующем листе Варуха, Донай, Леолан, Амин, Амин